Щелково. Центр одного из крупнейших районов Подмосковья. Жизнь здесь кипит и днем и ночью. Население растет с каждым годом. Крупные предприятия обеспечивают жителей рабочими местами, а живописные зоны отдыха радуют глаз горожан. Красочный облик Щелково привлекает и гостей из других городов. Щелково – крупный транспортный узел Московской области. Город с богатой историей, который в этом году отмечает 90-летие. В начале 20-го столетия Щелково представляло собой промышленную слободу на правом берегу Клязьмы с несколькими крупными текстильными фабриками. В это же время на берегу Клязьмы был заложен величественный Троицкий собор, ныне народный символ Щелковского района. В 1909 году владелец суконной фабрики Александр Синицын пожертвовал на строительство каменного храма во имя Святой Троицы «Земельный надел». Многие местные жители и землевладельцы стали вкладчиками в это благое дело. Освящение Центрального предела состоялось в ноябре 1916 года. По велению императора Николая II храму присвоили наименование «В память рождения наследника цесаревича». Таким образом, Троицкий собор – единственный в России храм, посвященный страстотерпцу Алексею Романову еще при жизни. Удивительным образом он повторил судьбу наследника престола. Богослужебная жизнь храма продлилась 13 лет. Столько же 13 лет прожил и Алексей Романов. Много испытаний выпало на долю Троицкого собора. Постреволюционные богоборческие настроения не обошли его стороной. Если в 1929-м храмовый ансамбль превратили в городской театр, помогла отличная акустика, то затем в здании вовсе устроили складские помещения. Позже, в годы Великой Отечественной войны, в храме оборудовали литейный цех, где изготавливали гранаты. Так, часть храмового комплекса оказалась разрушена. Купол и два верхних яруса колокольни разобрали, а нижний храм – веры, надежды, любови и матери их Софии – был засыпан производственными отходами. Так и простоял Троицкий собор до 1990 года. Именно тогда началось возрождение собора Святой Троицы, которое продолжалось почти два десятка лет. Если вернуть в храм верующих оказалось несложно, то возвратить собору его исторический облик было поистине нелегкой задачей. Храм восстанавливали буквально по крупицам, по старым чертежам заново возвели колокольню. В 1998 году в ходе визита митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия состоялось воздвижение креста на отстроенный заново купол храма. Но главным событием стало возведение уникального, самого большого в России, пятиярусного фаянсового иконостаса – работы екатеринбургских мастеров. Позже, в 2008-м, был полностью очищен, восстановлен и расписан нижний храм – веры, надежды, любови и матери их Софии. Благодаря монолитному сводчатому потолку он обладает удивительной акустикой. Теперь здесь регулярно проходят богослужения и таинства крещения. И, наконец, 5 декабря 2010-го митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий совершил великое освящение вновь воссозданного собора. А спустя полгода в праздник Вознесения состоялось освящение и подъем на колокольню 12 новых колоколов, общей массой 7,5 тонн. Так постепенно храм обрел свой первозданный облик. 11 сентября 2011 года его посетил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской Православной Церкви совершил божественную литургию в Троицком соборе и преподнес в дар икону сошествия Святого Духа на апостолов. Красоту и величие Троицкого собора воссоздали строители, а новую жизнь его вдохнули прихожане. Множество верующих стремятся в храм во время регулярных служб и церковных праздников, желая обрести благодать. И спустя почти столетия Троицкий собор вновь стал религиозным центром Щелкова. Подтверждением народной любви к храму стали результаты голосования. По итогам конкурса, который в 2013 году провела телерадиокомпания Щелкова, Троицкий собор был выбран символом Щелковского района.